На сегодняшний день в Хакасии можно видеть элементы учебника «Смута». Буквально как по учебнику представитель ЛДПР Роман Васильевич Абрафиков. Я считаю, что именно его фигура стоит за привлекательностью вопроса и спекулирование темы, которая уже забыта год назад по калмыкам. Я считаю, что здесь в этой теме есть абсолютное передергивание. На сегодняшний день я считаю, что Рашид не имеет права поднимать этот вопрос, потому что с него не отпали подозрения в убийстве. Мы знаем, что в 2017 году, буквально сегодня нашел материал, что его снимали прямо с велогонки и доставляли к следователям опросить о причастности этого дела. Буквально после этих происшествий он оставляет Красноярскую землю, город Минусинс, где он был депутатом городского совета, и в 2018 году в составе списка ЛДПР, пользуясь связями на федеральном уровне, умудряется попасть в списочный состав и оказывается в составе депутата Республики Хакасия. Здесь, ввиду отсутствия у него четкой работы с гражданами, системной работы с гражданами. Я эту работу у него не видел, я регулярно сам работаю с жителями Хакасии и из депутатов, кто ведет эту работу, по крайней мере ее слышно, видно, они и говорят и граждане, и чиновники. В Республике Хакасия Абрафиков эту работу исключительно вел так, что ее не видно для меня и не было слышно. Однако, он занялся дерганием за нитки с тем, которые дестабилизировали Республику. Буквально с внешней, например, как ситуации с Республикой Калмыкия. Я уверен, что за спиной у нас, у Республики назывались аргументы такие, которые задевали достоинства представителей Республики Калмыкия, по которым они включились в процесс для того, чтобы озвучить свою позицию в Республике Хакасия, для того, чтобы высказать свое мнение. То есть, это, что называется, подливать масло в огонь. То есть, не делать конкретную работу с гражданами, а брать и дергать нитки, которые дискредитируют республиканское руководство. В этом я вижу воплощение на сегодняшний день об Рафикова. Мне очень неприятно, что часть калмыцкой общественности, скажем так, не официально выясняет свои вопросы, свои подозрения не путем дискуссии, проясняются, а, скажем так, ведутся где-то, на мой взгляд, на нити кукловодов. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день исключительно эта ситуация является провокативной. Вот, Олег Альбертович Иванов. Сегодня происходит очень интересное событие в Хакасии. Мы ожидаем, что на сессии Верховного Совета будет делегация из Калмыкии. И эти люди хотят требовать наказания нашего спикера, требовать его отставки, что совершенно несправедливо по отношению к Владимиру Николаевичу. Во-первых, его высказывания были сделаны неофициально на сессии, как это его мнение о войне. Во-первых, это во-первых. Во-вторых, он извинился за эти высказывания, принес как официальное извинение, так и объяснение того, что произошло. И то заявление, которое было им сделано, та информация, которую он высказал, ее конкретно исказили. И сегодня мы, защищая Владимира Николаевича, говорим о том, что мы, вот и личная представитель партии КПРФ, сейчас защищаю представителя партии «Единая Россия» Владимира Николаевича. То есть нас это совершенно не волнует. Мы защищаем в этой ситуации абсолютную правду. Мы не хотим, чтобы раскачивалась лодка, чтобы поднимался национальный вопрос и была какая-то национальная рознь. Это очень опасно. Это пытаться развести костер на бочке с порохом. Зачем? Кому это выгодно? Никто не собирался ссориться с калмыками. Мы уважаем калмыков, мы уважаем любую нацию. И Владимир Николаевич, когда рассказывал о войне, он вспоминал и свое детство, и когда он рос потом в детдоме с представителями разных национальностей. Из его заявления, я вот сейчас просто зачитаю, чтобы было понятно, слова Штыгашева. «Я искренне сожалею, если сказанное о войне мною задело чьи-то чувства. Естественно, я никого не выполномачивал в искаженном виде транслировать в средствах массовой информации мои высказывания, взятые из контекста, сделанные во время беседы с депутатами. Тем более делать выводы, которые мне чужды, которые могут хоть как-то оскорбить другие братские мне народы». Это слова Владимира Николаевича. И мы сейчас, выступая в его поддержку, в его защиту, призываем представителей различных партий, депутатов, лидеров общественного мнения, высказаться в поддержку нашего спикера, высказаться в поддержку дружбы между народами, и уже с нашей стороны потребовать наказать тех людей, кто раскачивает лодку, кто пытается вбить клин, и, возможно, нарушить тем самым закон, разжигая межнациональную рознь. Григорий Назаренко, депутат Верховного Совета фракции КПРФ. Я считаю, что на сегодняшний день те, кто дергает за нитки этого вопроса, выяснение своих личных взаимоотношений, личных счетов, неприязней, то есть пытается использовать внешние силы, а, в общем-то, размышления человека, выдергивая из контекста, использовать для того, чтобы растравить национальные чувства людей, где-то задеть достоинства и различным способом привлечь сюда для дискредитации государственного органа власти. Поэтому я, Олег Альбертович Иванов, обращаюсь к Следственному комитету Российской Федерации, к прокуратуре Российской Федерации, к органам МВД России в Республике Хакасия, для того, чтобы они дали четкую правовую оценку всем действиям тех, кто инсценирует этот вопрос и приняли соответствующие меры. И я считаю, что Роман Абрафиков сегодня должен дать самое исчерпывающее объяснение, объяснить, признаться в мотивах, для чего он это делает, и понести ответственность, в том числе и моральную ответственность, уйдя с соседнего региона, заниматься общественной деятельностью в Республику Хакасия, в Хакасии начать дергать нитки, которые могут иметь последствия. Я считаю, что для депутатской деятельности это крайне спекулятивные, и считаю, что на комиссии по депутатской этике он должен дать свои объяснения. Вот так, через средства массовой информации, я обращаюсь в комиссию по депутатской этике. Олег Альбертович Иванов. Ну, я призываю коллег по депутатскому корпусу разумно все-таки отнестись к этим высказываниям, конкретно партии ЛДПР, имею в виду Абрафикова. Владимир Николаевичем была сказана единственная фраза, за которую он извинился. Обращение Штыгашева опубликовало издание РИА Калмыкия. Уважаемые жители Республики Калмыкия, я, председатель Верховного Совета Республики Хакасия, обращаюсь к вам и прошу простить меня за вольно или невольно нанесенные вам обиды при моем выступлении, посвященном подготовке к 75-летию победы советского народа в годы Великой Отечественной войны. Интерпретированное средствами массовой информации о том, что я сделал заявление, оправдывающее сталинские репрессии по депортации народов, в том числе калмыков. Таких никаких заявлений официальных я не делал. Это претит моим устоям. И я знаю, что никогда народы Российской Федерации не одобрят это и никогда не одобряли. Поэтому еще раз приношу вам глубокие извинения за вольно или невольно нанесенные вам обиды. Со своей стороны, хотел бы пожелать вам новых успехов в развитии экономики, культуры, образования и дай бог вам удачи, сказал Штыгашев. Призываю коллег по депутатскому корпусу образумиться, успокоиться и работать дальше на благо республики Хакасия. Я также хочу добавить о том, что результаты проверки, которые пройдут по этому вопросу, о том, кто подговаривал, кто сообщал информацию, кто приобретал билеты, кто полностью способствовал этому вопросу, кто организовывал, кто подстрекал. Эта информация как отчет должны быть доведены до каждого жителя республики Хакасия, республики Калмыкия, для политического партийного руководства тех сил, которые занимались это. Помимо всякой ответственности, которая в связи с этим, может быть, и будет, я думаю, не одна. Меня в детстве научили, что человек, хоть во власти, хоть не во власти, он должен уважать старших. В одном из своих интервью несколько раз, я считаю, что некорректно, о старшем человеке, Владимир Николаевича Абрафиков, отозвался крайне негативно. Я считаю, что политик молодого возраста, который говорит о человеке более старшем, пренебрежительно, это говорит об отсутствии у него просто элементарного уважения. Это говорит о его хамстве. Я такого человека не могу уважать. Я считаю, что мужик так себя Абрафиков вести не имеет права. Олег Иванов. Хочу добавить, что прошел год в тех событиях, о которых сейчас идет речь. Кому выгодно было опять поднимать этот вопрос? Практически год назад это было вопрос снят с повестки дня, принесены извинениями, все было нормально, затухло. И вот опять это разжигается. Зачем? С какой целью? То есть с целью какого-то пиара? С целью поссорить народы? Вбить клин? Зачем? Это тоже нужно выяснить. Кому это выгодно? Ищите заказчиков. Мы Владимира Николаевича поддерживаем. Владимир Николаевич, мы с вами, мы вместе. Счастья вам, здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова